Время новостей на канале Первый Крымский. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Страна большая, с огромными возможностями и с большими финансовыми возможностями. То есть нужно суметь адаптироваться. Зеленый свет для крымского бизнеса. В Евпатории обсудили, как можно помочь предпринимателям. В начале октября мы начнем уже конкретные действия. Это будет два этапа. Будет гранитная часть работы и бронзовая часть. Памятнику императрице быть. Старшему из рода Романовых представили проект возрождения монумента Екатерине Великой в Симферополе. Вице-спикер крымского парламента Константин Бахарев встретился с главой законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации соглашения о сотрудничестве между представительными органами двух регионов. Документ предусматривает создание совместных рабочих групп, обмен опытом в сфере законодательной деятельности. По словам Константина Бахарева, крымский парламент принимает сейчас большое количество нормативно-правовых актов. Поэтому опыт коллег важен и полезен. В свою очередь Вячеслав Макаров отметил, что помощь в успешной интеграции полуострова в правовую систему России – общая задача. Мы установили очень тесные контакты на уровне комиссий, профильных и постоянных, на уровне комитетов. Это сделали для чего? Для того, чтобы им безболезненно, безболезненно абсолютно, но в то же время грамотно и четко наладить внутреннюю работу в Государственном Совете. Новым заместителем министра земельных отношений Крыма стал Сергей Ткачев. Глава ведомства Анна Нюхина представила его коллективу. Он будет координировать работу Управления арендных отношений, Управления аренды и Администрирования платежей на землю, а также Управления контроля за использованием госимущества и земель. Последние четыре года Сергей Ткачев проработал в структуре Симферопольского горсовета, а в 2013 году его наградили почетным званием «Заслуженный работник местного самоуправления Автономной Республики Крым». В Крыму продолжается визит члена царской семьи. Князь Дмитрий Романов уже успел посетить значимые места для российских императоров – Ливадийский дворец, где жил Николай II с семьей, и владение великого князя Петра Николаевича – санаторий Дюльбер в Кориизе. Последней его остановкой стал Массандровский дворец, куда вместе с князем отправились и наши журналисты. Чита Романовых уже успела посетить места, связанные с историей Российской империи и непосредственно с самодержцем Николаем I. Последним местом их паломничества стал императорский дворец в Массандре. Княжескую семью тут встретили со всем радушием, провели экскурсию и подробно рассказали историю дворца. Дмитрия Романовича очень заинтересовал камин сложной работы. Да, пожалуйста, это будет сложно профилированная резьба, очень изящная. Камины в рабочем состоянии. Дворец был электрифицирован, но камины царская семья топила для уюта. Примечательно, что Романовы в этом дворе никогда не жили. Посещали они его нечасто, обычно после охоты и прогулок. И времени здесь проводили немного. В ходе экскурсии супруга главы республики Елена Аксенова представила князю проект реконструкции памятника Екатерине II в Симферополе, который был разрушен советской властью в 1921 году. На сегодняшний день на восстановление монумента собрано уже около 40 миллионов рублей. Я думаю, в начале октября мы начнём уже конкретные действия. Это, думаю, два этапа. Будет гранитная часть работы и бронзовая часть. Но мы в течение года полутора с рожей помощью справимся. После экскурсии Дмитрий Романович пообщался с журналистами. Князь в очередной раз высоко оценил красоту Крыма и отметил, что не отказался бы жить на земле предков. Также представитель императорской семьи прокомментировал разговоры о главенстве семейных ветвей. По его словам, Николаевичи, которым он сам относится, на данный момент главенствуют над Александровичами, которым принадлежит Мария Владимировна. Часть монархической общественности именно её считает главой императорского дома. Я старший в семье теперь и глава семьи. Больше этого я не могу сказать, что сказать мне. Глава семьи – это факт. А если кто-то будет говорить другие вещи, пускай говорят, что хотят. Визит в Массандровский дворец для князьской семьи в этот приезд – последний. Полуостров они покидают, но надеются вернуться сюда снова. Эдуард Здоров, Алексей Романов. Время новостей. Массандра. О создании единого информационного пространства всерьез задумались в Крыму. В республике внедрят систему межведомственного электронного взаимодействия. Она позволит органам исполнительной власти обмениваться информацией в электронном виде, в том числе оказывать государственные и муниципальные услуги через интернет. Министерство связи и массовых коммуникаций России совместно с крымскими специалистами уже ведет работы по созданию инфраструктуры. Таким образом, уже в 2016 году у руководства республики будет единая автоматизированная система управления органами государственной власти. Речь идет о ускорении, упрощении и максимальной автоматизации этого процесса, для того, чтобы любой гражданин, не выходя из дома, мог получить такие общедоступные в Российской Федерации сервисы, как сервисы, связанные с медицинским обслуживанием, образованием. Одна из главных составляющих информационного пространства – безопасность данных. Сейчас большинство людей имеет почтовые ящики в системе Google. То есть все сведения хранятся на сервере зарубежных компаний, а следовательно, они потенциально могут использовать ее в своих целях. Обеспечить защиту информации как служебной, так и конфиденциального, так и служебного пользования от утечек, и чтобы органы исполнительной власти использовали исключительно сертифицированные, защищенные решения, как программные, так и аппаратные. Мы планируем использовать собственные российские решения. Это использование как услуг российских интернет-компаний. Проблемы евпаторийского бизнеса обсудили в ходе общей встречи Министерства экономического развития Республики и предпринимателей города. С какими трудностями сталкиваются бизнесмены, и что делает правительство Крыма для их решения? Подробнее Екатерина Наумова. Как частный предприниматель Олег Запорожец работает уже 16 лет. За это время он сталкивался с разными трудностями. Но если при Украине они касались в основном законодательной основы деятельности, то уже в составе нового государства его пугает масштабность страны. Страна большая, с огромными возможностями и с большими финансовыми возможностями. То есть нужно суметь адаптироваться и, грубо говоря, переварить тот объем информации, те возможности, которые сейчас нам выпадают. Но это не единственная проблема предпринимателей Евпатории. На общей встрече с профильным министерством они обратили внимание на невозможность брать кредиты для ведения бизнеса, так как ставки на них слишком высоки. С этим соглашается и глава Евпаторийской городминистрации. Банки Крыма дают кредиты под большие проценты, бывает 24, под высоколиквидный залог с двух-трехкратным покрытием, плюс поручительство всем имуществам всех учредителей, плюс долгие сроки рассмотрения и много отказов. Но решение у этой проблемы есть. Для поддержки крымских бизнесменов созданы специальные государственные организации. Так, для получения микрокредитов работает фонд микрофинансирования предпринимательства. Он позволяет приобретать производственное оборудование и внедрять новаторские технологии на сумму не более 1 миллиона рублей. А для тех, кому не хватает заемных средств, работает крымский гарантийный фонд. Гарантийный фонд до 70% тела кредита вашего будет за вас получаться. Сумма, которая может быть на сегодняшний день, будет приравниваться практически к 10 миллионам рублей. И это еще не все. Профильным министерством Республики Крым предусмотрено предоставление грантов начинающим предпринимателям. Сегодня этот размер составляет до 500 тысяч рублей. Чтобы получить эту грантовую поддержку, необходимо разработать бизнес-план, подать его с пакетом документов, он не очень большой и, в принципе, посильный предпринимателям Министерства экономического развития. И после конкурса, который у нас состоится в ноябре месяце, будут отобраны победители. С более подробной информацией обо всех фондах можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Крым. Екатерина Наумова, Сергей Козырь. Время новостей. Евпатория. Керченская переправа возобновила работу после шторма. В портах практически нет скопления легковых машин. Время ожидания погрузки не превышает двух часов. В порту Крым стоят 100 легковых машин и 15 грузовиков. А в порту Кавказ очередь не превышает и восьми десятков транспортных средств всех видов. Напомним, штормовое предупреждение в Керченском проливе действовало с 24 августа. А много ли крымских школ могут гордиться обустроенными классами, да еще и с партами, которые регулируются под рост учеников? 23 школы Симферопольского района теперь могут. В рамках программы «Уютные классы» им были переданы новые парты, которые соответствуют всем современным нормам. Школьные скамьи тестировала наш корреспондент Дарья Скобеева. За этими партами просидело не одно поколение жителей поселка Гвардейское. Их не меняли с 1969 года. И хоть внешнее состояние у них более-менее неплохое, но на здоровье школьника это может сказаться плачевно. Во-первых, старые парты не регулируются. Ребенок же с первого класса растет не по дням, а по часам. И в таком случае сколиоза, конечно же, избежать трудно. А во-вторых, качество парт, оказывается, влияет и на успеваемость. Если ребенка некомфортно сидеть, ему неудобно, ну, наверное, и получать хорошие оценки. Если удобно сидеть, то он и будет, соответственно, хорошо работать на уроке. Директор Гвардейской школы все лето думала, как и куда сажать первоклашек. Денег на новые парты нужно немало, потому что те, что есть, не соответствуют стандартам. Помог решить вопрос бывший ученик. Сегодня у нас получают 23 школы парты в каждый класс первоклашек. Ну, надеемся, что наши первоклашки оценят это. И это поможет нашим педагогам, нашим воспитателям намного лучше, эффективнее донести до детишек информацию. Они намного лучше ее постараются воспринять. Эти подарки школам Сиферопольского района. Парты полностью соответствуют последним нормам образовательного процесса. Столы и стулья регулируются в зависимости от роста ученика. Оценили такую инициативу администрации предприятия и в госсовете. Социальная ориентация наших базовых предприятий районов, городов, ну, прежде всего, Сиферопольского района, вот этого предприятия, Скворцова, что это действительно полезная, нужная вещь. Все 243 подаренные парты для района школ – огромное поспорье. Но даже с учетом этого их все равно не хватит, чтобы оснастить все кабинеты. Поэтому программу «Уютный класс» в руководстве агропромышленного комплекса Скворцова решили продлить еще на год. Дарья Скобеева, Михаил Басов. Время новостей. Гвардейская. Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков наградили крымских ополченцев. Дипломы получили те, кто, не являясь сотрудниками правоохранительных органов, проявили активную гражданскую позицию и помогали в работе наркополиции. Бойцы участвовали в проведении рейдовых и оперативно-профилактических операций и оказывали неоценимую поддержку при проведении массовых мероприятий. «Проявили себя, характер, волю, выдержку и стремление обеспечить, обезопасить Крым и от наркоторговли, и по охране общественного порядка». Порошенко и Кличко объединились в одну политическую партию. Германия планирует восстановить партнерство с Россией, а у берегов Ливии затонуло два судна с беженцами. Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Порошенко и Кличко объединились в рамках новой политической силы «Удар. Солидарность». При этом мэр Киева формально ее возглавил. За кандидатуру бывшего боксера проголосовали делегаты 12-го съезда карманной партии украинского президента. Другим своим решением они сняли с поста главу политического движения Юрия Луценко. Коррупционные скандалы, незаконное строительство и непонимание того, как вообще должна развиваться столица – таковы результаты управления Киевом нынешнего городского головы. И чтобы хоть как-то исправить свое положение, он, судя по всему, решил спрятаться за спиной Порошенко, у которого рейтинг хоть и неуклонно снижается, но тем не менее остается наибольшим среди политиков страны. В Ливии затонули два судна, перевозившие беженцев. На борту кораблей было не менее 500 человек, 200 из них погибли. Еще столько же удалось спасти остальные числятся пропавшими без вести. Среди жертв – мигранты из Сирии и нескольких стран Африки. По официальным данным, в текущем году уже более 2000 человек погибло при попытке нелегально переправиться в Европу по морю. Берлин тем временем хочет вернуться к конструктивным отношениям с Россией. По словам Ангела Меркель, санкции затронули ряд западных компаний, которые желают их скорейшей отмены. Но, несмотря на это, ЕС пока не может отменить ограничения, принятые в отношении России из-за конфликта вокруг Украины. В то же время канцлер добавила, что Москва могла бы сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Сирии. В одном из городов Китая остановка общественного транспорта провалилась под землю. Люди, ожидавшие автобус, за считанные секунды оказались под землей. Тротуар обвалился на глазах сотен очевидцев. Четыре человека оказались на дне двухметровой ямы. Еще одна женщина успела схватиться за трубу и избежала падения. Все пятеро получили только незначительные повреждения. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда в Китае земля уходит прямо из-под ног. Несколько недель назад в Поднебесной обрушилась строящаяся станция метро. Афинский Санта-Клаус, или как его называют местные жители Йолу-Пуки, спасен от банкротства. Компания, занимающаяся делами Санты, сумела выплатить свой долг – 206 тысяч евро. Деньги поступали через интернет со всего мира. Задолженность образовалась из-за резкого сокращения количества туристов. Спасти волшебника удалось буквально в последний момент. И теперь он вновь готов встречать гостей на пороге своего дома. Правда, Йолу-Пуки уже предложили переехать из Финляндии в Норвегию. Жители этой страны уверены, что у них финансовые дела волшебника пойдут лучше. Как выглядит новый велотрек в крымской столице и какие уникальные туристические направления развивают Евпатории? Об этом и не только. Смотрите далее, не переключайтесь. Она поднимает иммунитет, улучшает работу печени, почек, выводит токсины и шлаки. Бесплатная территория здоровья на крымском курорте. В Западном Крыму развивают уникальные бюветы минеральных вод. Наши общественники, которые хотят доложить собственные средства, благоустройство этой территории, тоже предлагают достаточно эффективные решения. Большой конструктор на благо крымским велосипедистам. В Симферополе открыли уникальный велотрек. Горячие дискуссии, мастер-классы, интересные встречи. Общероссийский народный фронт собрал на одной площадке региональных журналистов и медиаэкспертов. На Бакальской косе началась последняя тематическая смена Всероссийского молодежного форума «Таврида». Все подробности в репортаже Ольги Савенко. Целых два месяца на «Тавриде» жизнь буквально кипела. За это время здесь прошло семь тематических смен, а это тысячи ребят со всей России. Они занимались поисковыми работами, изучали историю и архитектуру, а также снимали фильмы и клипы. 27 августа форум принимает в этом году последнюю смену и посвящена она журналистике. Среди тех, кто здесь обживается, есть и наша сотрудница. Светлана работает на телеканале «Первый Крымский» выпускающим редактором программы «Утро с нами». А путевку сюда получила как награду за свою статью. Это наша комната, нас здесь живет трое. Раз, два и три. Мы заняты, нас постоянно не бывает в этой комнате на самом деле. Только лишь вечером, и то после 12, а то и после часа. Утром в 6.30 у нас идет йога. Это не обязательная программа, но я сегодня ходила, очень понравилась, зарядилась энергией на целый день. Программа форума расписана буквально по минутам. Перерыв разве что на обед. Однако Светлана такому только рада. Ведь сюда она ехала не отдыхать, а набираться знаний и найти новых друзей. География участников весьма обширна. Это вся большая Россия. Познакомился с ребятами из Самары, из Перми, из Архангельска. И, в общем-то, со всеми общаемся, обмениваемся опытом. Участников смены ждут не только образовательные лекции, мастер-классы, но и общение с известными журналистами и экспертами. Поэтому в залах аншлаги. Мы хотим, чтобы люди, журналисты всей страны сегодня, которые приехали сюда, были более профессиональны, более четкие, более грамотные. Мы хотим оказывать им юридическую поддержку. Мы хотим собирать их на наш медиафорум, привозить сюда в Тавриду. Мы хотим, чтобы они энергетически стали таким информационно-журналистским зарядом, который мог побороть любые проблемы нашей страны. Участники форума сошлись во мнении, что журналист в первую очередь должен любить свое дело, которым занимается, и всегда отстаивает свою точку зрения. Самое важное – оставаться быть личностью и ни перед какими трудностями не уступать. А из пожеланий я бы сказал следующее, что если вы любите свою профессию, никогда не изменяйте ей. Завершится смена журналистов 2 сентября. Одновременно с этим и закроется Всероссийский форум Таврида. Поэтому ребята настроены решительно и готовы в краткие сроки получить свое. Ольга Савенко, Сергей Евсеев, Время новостей, Раздольнинский район. В Евпаторию на оздоровление, причем совершенно бесплатно. В городе-курорте развивают уникальное туристическое направление. Какое, выяснила Екатерина Зуева и убедилась, что поправить свое здоровье можно, не заплатив ни рубля. Пьете не спеша, наслаждайтесь. Действительно теплая. Невероятно, но из этих кранов течет теплая термальная минерализированная вода. Поднимается сюда из скважины с глубины 1247 метров. Пьют ее при заболеваниях печени, желчного пузыря, при запорах. Курс лечения 21 день. Принимать нужно дозированно. В первый день 50 миллилитров, на второй 100 и на третий день 150. Важно не злоупотреблять. Передозировка опасна даже от минералки. И еще одна деталь. Как только вода остывает, теряет свои целебные свойства. Вот настоящая, живая, природная вода. Забытый вкус. Теперь знаю. Какой природный, настоящий вкус. А это вода из артезианской скважины. Ее тут тоже наливают, причем совершенно бесплатно. За стакан здоровья здесь не просят абсолютно ничего. Единственное, если нет своей тары, дают на месте за один рубль. А через 30-40 минут, пожалуйста, что-нибудь прикусите. Туристам из Уфы Валентина Чеботарева рассказывает о свойствах воды. Диана Шакирова такое видит впервые. Удивлена. Сейчас нет такого бесплатного в нашем мире. А тут вот лечебное бесплатное. Территория здоровья – так в Евпатории называют этот городской бювет. В 2015 году он возобновил свою работу после долгого перерыва. В день бювет посещают до 600 человек. Своёобразную. В этом году даже были туристы из Германии. Свои отзывы они оставляют в специальных анкетах. А это уже другой бювет. Тоже с бесплатной минеральной водой. Только немного другой. Здесь даже атмосфера другая. Всё под цвет морской волны. Мне не солёная. А мне солёная? Мне хорошая. А почему? Температура воды постоянная. Не надо переживать, что остынет. Она поднимает иммунитет, улучшает работу печени, почек, выводит токсины и шлаки. Анна Бельмесова говорит, эта вода подходит всем. Лиза Ольшевская заходит сюда вместе с новорождённой Милой. Каждый день живут рядом. Помогает от изжоги. Желудок хорошо работает. Ребёнку даю тоже пить. Я не боюсь. Хотя я ещё 6 месяцев. Ей нравится, пьёт тоже с удовольствием. В Евпатории всего 24 скважины с минеральной питьевой водой. Состав везде разный, но каждый из источников лечебный. Евпаторийцев и гостей города просят набирать минеральную воду вот в такие стаканчики. То есть не более 200 миллилитров. Исключение только для тех, кто живёт далеко. То есть для таких, как мы, нам разрешили набрать целую литровую бутылку. А иногда люди приходят с целыми тазиками, шутит Анна Бельмесова. Набрать-то можно, но важно знать. Вода из этого бювета теряет свои свойства спустя 6 часов. Целебные источники нашего города – это наша гордость. Поэтому всех приглашаем насладиться. Кстати, глава администрации Евпатории Андрей Филонов каждый день приходит в бювет выпить минеральной воды. А вот у председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова постоянно такой возможности нет. Но когда он бывает тут с рабочими поездками, всегда посещает уникальные объекты здоровья. Екатерина Зуева, Андрей Трещук. Время новостей. Евпатория. А в Севастополе готовятся к Большому благотворительному офицерскому балу. Это проект, который уже не первый год проводится городской организацией «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота. Посвящен он будет сразу двум датам – 70-летию Великой Победы и 95-й годовщине исхода русского флота из Крыма. По словам организаторов бала, среди современных мужчин классические танцы стали не очень популярными. А участие в подобных мероприятиях – это признак высокой культуры. Подготовка такого события – дело сложное. К участию приглашают всех, кто уже умеет танцевать или хочет научиться. Самая главная поддержка, которую вы нам можете оказать на балу, причем мы это говорим абсолютно всем структурам, независимо от того, куда мы заходим, в какой кабинет, либо с кем мы разговариваем, это ваше участие в балу, это ваше настроение, это ваши эмоции, это ваше, да даже, знаете, очень важный момент – ваше желание танцевать. Большую помощь в организации оказывает Черноморский флот, правительство Севастополя и Крыма. Проводить бал будут во второй раз. Собираются сделать его ежегодным. Мало того, организаторы хотят, чтобы балы были обязательно частью программы обучения и воспитания военных и морских офицеров. А на данном этапе главная задача – привлечь как можно больше участников. У нас просто формат-то какой, мы же начинаем, да, у нас, к сожалению, пока очень маленький, формат-то, конечно, большой, но для события, которое может стать просто совершенно колоссального масштаба, он еще небольшой, мы к этому стремимся. И поэтому в будущем мы хотим, чтобы у нас в Альцах кружились и кадеты, и офицеры, и правительство, и абсолютно все… И адмиралы. Да, и адмиралы. Большой Севастопольский благотворительный бал запланирован на 27 сентября. Откроет мероприятие военный бальный парад. В сопровождении военного, духового и симфонического оркестра выступит ансамбль Черноморского флота России, после чего пройдет большая танцевальная программа. Ожидается, что участвовать будут более 200 пар. Завершится действо праздничным фейерверком. Виталий Попач, Анатолий Кукс, Время новостей, Севастополь. Крымские велосипедисты теперь не будут ездить тренироваться за границу. В Крыму есть современный велотрек. Он соответствует всем международным требованиям. Гарантию дают не на один десяток лет, а в перспективе будут обустраивать еще и прилегающую к объекту территорию. Счастье велосипедистов разделил Валерия Назирян. Для того, чтобы этот лозунг все-таки соответствовал действительности, в Крыму сейчас надо работать по принципу «год за пять». Украина только потребляла и выезжал в основном на советской базе. Последнее спортивное сооружение, можете представить себе, было построено в Крыму. Завод «Залив Керченский» построил спортивный комплекс. В 76-м, вдумайтесь. А пристройка ДКП наша, Симферопольская, была построена, по-моему, в 79-м году. Совсем недавно на этом месте был обычный пустырь. Когда сюда завезли тонны конструкции, мало кто мог представить, что скоро груда металла превратится в современный велотрек. С тем, что обещанного три года ждут, смело могут поспорить крымские велосипедисты. Украина обещала им качественный велотрек больше 15 лет. В России они получили его почти сразу. Примечательно, что это один большой конструктор. Он собирается за полтора-два месяца и с таким же успехом при необходимости разбирается. Таких велотреков во всей России всего лишь три. Пока это только первая очередь, собственно, сам трек. В перспективе будут обустраивать и прилегающую территорию. А если еще добавить трибуны, вообще можно претендовать на проведение крупных международных соревнований. В Москве на Крым велосипедный, планы на самом деле грандиозные. Здесь хотят сделать базу национального масштаба. Необходима глобальная база федерального значения в южном регионе страны для подготовки сборных команд. Крым – это идеальное место. И мы будем предлагать все усилия, чтобы совместно хадатайствовать, федерация, хадатайствовать перед Минспортом совместно с руководителем края о том, чтобы этот центр создать в Крыму. Но это дело даже не завтрашнего дня. Сейчас куда важнее наладить работу ДЮ США и разместить ее на базе нового велотрека. 14-летний Иван Профилов – парень амбициозный, выигрывал немало республиканских турниров. Теперь с такой базой и о сборной России можно вслух помечтать. Я рад очень, что появился велотрек. Хочу пробиться в сборную России, претендовать на высокие места. Обошелся велотрек в 27 миллионов рублей. Примечательно, что это не бюджетная трата, а подарок Федерации велоспорта России. Дальнейшее обустройство будут делать силами бизнеса. Наши общественники, которые хотят доложить собственные средства, благоустройство этой территории, тоже там предлагают достаточно эффективные решения. Мы будем помогать со всех сторон. Город тоже заинтересован в создании подобных сооружений. То, что крымские велосипедисты умеют ценить хорошее к себе отношение, они доказывают результатами. В этом году у наших мастеров 4 золота на первенстве России, 2 золота с чемпионата Европы, серебро и бронза с юниорского первенства мира. И это без каких-либо условий для тренировок вообще. Валерия Назирян, Андрей Псом, Время новостей. И на этом все. Не переключайтесь. Увидимся в следующем выпуске. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова